Мы что-то делаем в организм? Немножечко стучится и говорит, это тут палатка. Мы не замечаем. А я говорю, через какое-то время говорите, непалатка тут. Но мы же заняты, мы на уровне. Тогда организм делает вот, что мы говорим. Ну хорошо, бессознательно. Теперь я тебе подам такой сигнал, который ты уж точно заметишь. И возникает какой-то сигнал. Например, я не знаю, головная боль, боль в пояснице или еще там. Что это такое? Это сигнал, явный, замечаемый нами, о том, что... Что? Что-то произошло не так, да? Что мы расцениваем как отход от эталона, я не знаю, от стандарта какого-то, да? И в этот момент, к сожалению, большинство людей поступает так, как поступали средневековые правители. В конец, который приносил плохие действия, он должен быть казнен. Что мы делаем? Мы в этом смысле абсолютно ничем не отличаемся от этих средневековых правителей. Мы идем в аптеку и говорим, дайте нам что-нибудь обезболивающее. Мы берем эту таблетку, бросаем внутрь, обезглавливая, что сигнал этот, симптом, мы взяли и оторвали эту связь бессознательного с нашим сознанием. И все, процесс продолжает идти, просто мы прекратили получать этот сигнал. Мы его взяли и блокировали, мы действительно в конце взяли эту берегову. Не очень умное поведение с точки зрения цивилизованных людей. Гораздо интереснее, что сделать? Гораздо интереснее взять и договориться с бессознательным. Вот как это делать и многие другие способы договорения с бессознательным, мы с вами сейчас этим и займемся. Будет интересно, скажите. Если бы люди научились договариваться со своим подсознанием и замечать сигналы, оно, во-первых, как бы померла от зависти фарма-промышленности, потому что надобность в совершенно бессмысленных, с моей точки зрения, препаратах. Это обезболивающее, оно бы пропало. Обезболивающее нужно только тогда, когда у человека возникает поливый шок, от которого можно погибнуть. Резкая массированная боль, да. Огромные сигналы неблагополучны. Во всех остальных случаях, та же самая зубная боль, головная боль, боль в каком-то там, я не знаю, суставе, мышце и так далее. Все это совершенно точно. Это сигнал. Если мы договорились с бессознательным, что мы запускаем какой-то процесс восстановления, мы можем с ним договориться. А что, то надобность в сигнале, да, упала. Дорогой бессознательный, теперь я понимаю, я уже начинаю делать и берегу. И все это, оно убирается. Я помню, как это Джон Гриндер делал прямо вот в аудитории, где сидело почти 200 человек, с желающими, там 10 человек поднялось. И прямо мы пошли по шагам, и люди буквально обезболивали. Да, вот, ага, я в общем согласии. О, боль пропала. Говорили люди, один из которых говорит, а у меня уже неделю там болит. Хорошо, давайте же мы попробуем пройти по шагам. Вообще, с какими проблемами можно работать с этим? Какие у вас подложения? Давайте, давайте. Давайте спросите, это только боль может быть? Или это футалительное состояние, например, помню? Угу, да. Угу, да. Уху, да. Уху, да. Усталость может быть. Вообще, все проблемы вот эти, с которыми работает шестишаговый репеймент, они подпадают по две категории. Хочу, делать, но не могу почему-то что-то. Да? Или не хочу, но делаю. Вот два таких, вот крупные, два таких варианта. Очень классический случай работы шестишагом, это вот, например, с избыточным весом. когда человек не может как-то делать свой вес. Да, да. То есть смысл в чем? Человек рассматривается как некая система, огромный организм, у которого все части, они имеют позитивное намерение. То есть хотят чего-то для нас хорошее. И если какое-то поведение этих частей нас не устраивает, то это просто нужно включить эту часть, делать немножко по-другому. Потому что где-то там, на уровне ценностей, на высоком уровне, все хочет для нас только хорошего. Понимаете? Фактически все пространство для рефреймента можно описать в этом области. Хочу делать что-то, но не могу. Давайте я тебе какие-то примеры написать. Что же такое? Ну вот один я рассказал вам. Хочу, например, контролировать свой вес, но не могу. Да? Что еще? Я хочу, я прихвалываю какие-то усилия, типа там мало ем, много бегаю, приседаю, отянуясь и так далее, но мне ничего не могу сделать, потому что вес каким-то образом пригружается. Дальше. Из области, например, сексуальных расстройств, это что можно говорить? Хочу, но не могу. Могу, но не хочу, это сволочь. Хочу, но не могу. Это же шанс. Еще что-то. Бессонница. Человек хочет заснуть вечером, да? И не может. Вот многие принимают снофор на этот растюм. Можно применить счастье шанса. Угу. Совершенно точно. У меня есть намерение такое заснуть. Но мое поведение организуется таким образом, что я нахожусь все время в состоянии возраста. Хотя я очень хочу заснуть. Так вот, душа рефрилинга – это развлечение между поведением и намерением. Угу. Ну, как мама, которая нагляет папу, воспитывает детей. Я хочу этому человеку добра, чтобы он лучше учился. Да? Но при этом как я это делаю? Я делаю единственный доступный мне способ. Во-первых, ремень, оголяю сзади с отброска и, значит, наяриваю ремнем. Намерение у родителя хорошее поведение, ну, такси. Что еще я думаю? Ну, например, ну, если говорить там об организме, например, наносотвор. Да? Давайте разберем такой замечательный, как-то, интимный момент. Ну, кстати, отлично работает. Я совершенно сильно думаю. Я работала с одной женщиной, помогает. Совершенно точно. Человек идет в этот момент для того, чтобы опорожнить кишечник, при этом прикладывая какие-то усилия, но этого не происходит. Угу. Или, например, панкрус, кстати, панкеру, да. Так же, как Сандыгас, например. Хочу вот быть во внимании, но, увы, меня... Ну, да. Ну, как-то меня вот так разводят совсем. Хорошо. Перебратья. Ирошу вас. Да. Да, я еще хочу сказать, что можно работать и с состоянием. Например, вот человек хочет донести свою мысль, не повышая голоса, да, допустим, и обязательно срывается на крик, например. Повышается тон, человек начинает возбуждаться и раздражаться. Это тоже шести шаг можно применить. То есть за этим всем стоит какое-то позитивное намерение. Хочу, чтобы меня понял. Хочу донести свою мысль. И вот срабатывая совсем негодная стратегия, скажем так. Когда-то, возможно, она была подходящей, когда-то одноразово. И закрепилась, как стратегия, которая якобы рабочая. Ага. Ну, на самом деле, она уже неэффективна на данный момент. Вторая часть, которую можно описать вопросовца. Делаю что-то, чему не хочу делать. Давайте какие-нибудь примеры. Например. А если вам будет? Много дневным не хочу это делать. Например. Действительно, очень много дневным. Это для меня заправка. Бессознательно это постоянно делаю. Наедаюсь. Ты у нас слова. Ну, отчасти, да. Например. Человек говорит. Вы знаете. Ничего не могу с собой поделать. И каждый раз, когда вижу вот этого типа, у меня внутри все начинает продолжать хруститься. Я начинаю там злиться. Бояться. И еще что-то такое. Да? Да. Или, например, выхожу наступать на аудиторию. И каждый раз чувствую какое-то очень неприятное отражение от коленок. Ага. Есть. Да. Или совершенно точно знаю, что это безобразно грызть ногти. Но при этом каждый раз как-то волнуюсь. Да? И вот рука уже здесь. И я вдруг осознаю себя тогда, когда уже половина съедет. До локтя. Да. Не надо разкачивать. Причем локтя. Причем возле руки. Это понятно? Придумайте еще что-нибудь. По здоровью не хватает. То есть верьте и верьте, да? Все, что... Автоматическое поведение. Это да. Что еще, кроме курения? Ну, пофантазируйте. Ну, зависимость любая, да? Как человек говорит. Не буду пить. Все, вот буду проходить к нему пивной. И вот совершенно точно я не заберу, да? А то он пошел, так говорится. О, я! Я прошел и не выпил. О, надо зайти отметить это, да? Что-нибудь такое. Или как мой пациент говорил. Знаете, вот я себе обменусь совершенно точно. Вот сейчас получу заработную плату и пройду мимо зала игровых автоматов. Возрастный человек, имеющая семью, двух детей. Он говорит, я иду, я вдруг не понимаю, многие меня начинают отнести. И я опоминаюсь только тогда, когда я уже все забросил и начинает работать. Вот. Я не знаю, говорит, как это происходит. Совершенно точно пространство для эфремии. А, слушай, я не хочу, я сам постановат, это он, вернее, я делаю это, но не хочу. А может быть, он делает и хочет? Есть люди, которые говорят совершенно точно, я пойду, это не совсем то пространство, я пойду и докажу, что эта железяка все равно глупее человека. Вот так меня один пациент говорил. То есть этим тоже можно работать? Или это совсем другое? Да, это у человека, да, у человека совершенно точно есть такое убеждение. И он собирается разрушить это убеждение, в смысле противоположное у всех остальных. Я докажу, да, там не определенный притейлер, он знает, что он доказал. Скажи несколько раз, если доказал. Или там, например, десять раз подряд. И так далее. Совершенно точно, что он сознательно не хочет делать, но делает. Да, или... Ну, то есть понятно, да? Вот это всем, на самом деле, вот эти двумя правилами. Можно описать большинство проблем, которые у нас возникают. Кто думает? Я совершенно точно приду и буду разговаривать со своим ребенком спокойно. Что он мне сказал, говорит человеку, да? Я... Ну, я не могу это говорить. Я прихожу и начинаю орать. И потом себя гляну очень сильно. Но я уже... То же самое соматические проблемы, то бишь телесные. Давайте возьмем такой пример, например, как язву. А человек говорит, а я сижу и испытываю выбор. Вот время от времени я испытываю выбор. Вот она возникает, и я ничего не могу с этим поделать. Я себе как-то говорю там, ну давай там, животное или животное, давай там успокойся. Правда, правда. И так они там... Они... Я себя там зашептываю, как-то пытаюсь. И она вроде бы чуть-чуть там... Болит, потом успокоится. Они тоже сразу опять начинают. За это идут на всякий там ритуал. Один из способов, как бы, спонтанного договора. Создание спонтанного договора. Хотя у этого есть своя стратегия. Опять же, из шести шагов. Вот это то, что мы с вами будем... В этом смысле стратегий шаг очень хорош, что он позволяет обучать наше бессознательное. То есть это стратегия обучения новым... Стратегия обучения новым стратегиям. Портагогиям. Хорошо. Да. Стратегия обучения новому поведению. Каким-то альтернативным способом решения. Ну что, напишем уже. Еще есть какая-то невестная вещь. У нас с вами сейчас интересным образом всей группой пройдем через эти шаги, которые мы сейчас с вами будем здесь выписывать. И чем чаще вы проделываете с собой вот эту шести шаговую стратегию, тем проще наступает вот это взаимодействие. Мое сознание не сознательное. Тем, попросту говоря, тем проще договориться с собой. Ну, пока для вас позвучит, может быть, немножко как теоретическая часть. Да, если бы так. Давайте мы представим, как мы сами живут. Эта техника очень хороша тем, что же можно самому себе делать, себе репрессию и другую. Первый шаг – это выявление стереотипа, который вы хотите изменить. Назовем условно или репрессию какого-то, я не знаю, X, например. То есть какое поведение мы меняем? Или неповедение. Или нет. Ну, фактически, имеется в виду, что мы разделяем намерение какое-то и его исполнение. Следующий шаг – выясняем, какая часть ответственна за это поведение и устанавливаем с ней контакт. Установление взаимоотношений с частью, которая отвечает за это поведение. Во всем шести шаги есть такое правило, которое распространяется на все шаги. Когда мы общаемся со своим внутренним миром, со своим бессознательным, мы общаемся крайне уважительно и благодарим за все проявления, которые мы получаем. За любой сигнал, за любой ответ, за все. Чуть позже вы поймете, что именно имеет в виду вена для подробных. Сейчас пока просто примут. Установление взаимоотношений с частью. Установление взаимоотношений с частью. То есть, мы… Х – это отвечающий за это поведение. Это понятно. Да, я только радко сделаю. У вас раздавки у нас есть, да? Угу. Вот раздавки вы получите там чуть более. То есть, что это такое? Во-первых, мы, как сказала сейчас Елена, мы заверяем наше бессознательное, что мы относимся к его всем проявлениям с уважением, да? Например, так. Я уважаю эту часть. Говорите вы, если вы работаете с кем-то, которая делает вот это, вот это. Она пытается сделать для вас нечто хорошее. Я не буду делать никаких изменений до тех пор пока часть, которая отличается от этого поведениям, не убедиться, что изменения полезны ей точно так же, как и урок. Слышали, что мы делаем, да? Фактически установление рапорта, да? Это знакомое что-то? Рапорт с самим собой. Договорники. Я обещаю тебе, что я без своего согласия не стану делать ни единого шага. До тех пор пока ты не будешь одобрять, как и мой шаг. Ну, попросту говоря. Да? Еще два варианта. Еще раз написать. Угу. Хорошо. Теперь мы устанавливаем взаимоотношения с частью. Это мы как бы объяснили части, что мы собираемся делать. Устанавливаем взаимоотношения с частью. С помощью сигналинга. С помощью сигналинга, устанавливая сигналинга. Дорогая моя часть, отвечающая за вот это вот мое поведение. Будешь ли ты общаться со мной на уровне сознания? Что это значит? Что есть какие-то сигналы, которые у нас непроизвольные. В теле что-то происходит. Какие-то ощущения. Это уровень бессознательного. Так будем считать. Все, что вы... Это трансовая техника. Все, что вы увидите там мысленным взором как-то. Услышите какие-то звуки. Возможно, кому-то готовые фразы приходите. Всякое бывает. Это все уровень сознания. То есть вы должны получить отчасти удостовериться. Как она с вами будет общаться? Как это делается технически? Вы задаете такой вопрос. Дорогая моя часть, отвечающая за вот это вот какое-то поведение, которое я хочу изменить. Готова ли ты со мной общаться на уровне сознания? И после этого совершенно спокойно, расслаблено сидим и ожидаем какого-то ответа. Что значит какого-то ответа? У кого-то может возникнуть зрительный образ. У кого-то может возникнуть какой-то звук. У кого-то может возникнуть какое-то ощущение. Мы в этом смысле становимся внимательными к тем сигналам, который мы получим. Из любой системы. Например, если я обращаюсь, вот у меня на какой-нибудь симптом. Я не знаю там, ну что-нибудь там. Например, болевой симптом в области плеча. Я говорю там, дорогая часть отвечающая за вот это поведение. За боль в моем плече. Готовы ли ты общаться со мной на уровне сознания? Я могу получить, например, какой-нибудь зрительный образ. Ну, например, там, я не знаю там. Какой-то белый круг, в котором какая-то голубоватая полоска безвейка. Или я могу сидеть в круг какой-то там. Ну, там какой-нибудь звук получу, например. Или я получу ощущение, это вообще очень корректное отношение ко мне будет и сознательно. Я получу ощущение где-нибудь здесь. Я получил сигнал. Я еще не знаю, что это за сигнал. Я просто сейчас получил сигнал от своего бессознания. Это сигнал «да» или это сигнал «нет»? Как это трактовать? Как вы думаете? Мы начали общаться со мной на этот чат «да». Ну, какое интересное запутствие. Спросите. Ну, это часть, которая отвечает за ответ на «про» новости? Это «да» или «нет»? Это ответ «да»? Класс! Мы теперь должны сделать еще одну вам знакомую листью. Откалибровать. Это сигнал «да» или сигнал «нет». И мы можем сделать просто. Первое – это поблагодарить за ответ, потому что с вами все-таки вступила бессознательная в контакт. Это понятно? Понятно. Как-то сказать «спасибо тебе за ответ, дорогое бессознание». Пожалуйста, если это сигнал «да», сделай его ярче, если это зрительный образ. Сделай его сильнее, если это кинестетика. Или сделай его громче, если это звук. И верни до исходного уровня. То есть как бы «поп». И внимательно наблюдаете. То есть, если это была картинка, она, скорее всего, если это сигнал «да», она проявляется ярче. Если это было ощущение, она тоже более отчетливым становится. И если это звук, соответственно, громче или как-то так.